И мы продолжаем. Что же вошло в топ новостей в республике? Какие ключевые события произошли в Татарстане на этой неделе? Итак, коротко о главном. В рамках праздничных мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей, временно исполняющий обязанности президента республики Татарстана Рустам Миниханов посетил детскую республиканскую клиническую больницу. Он посетил палату для палеотивных пациентов, отделение анестезиологии и реанимации. Здесь проходит лечение 13 детей. Как правило, такие пациенты имеют неизлечимые хронические заболевания. Во втором лечебном корпусе клиники состоялась демонстрация новейшего высокотехнологичного оборудования для детей с двигательными нарушениями. Оно было закуплено по распоряжению Рустама Миниханова. После этого он вручил ключи от 28 специализированных автомобилей руководителем детских больниц республики. Эти машины позволят создать отделение неотложной медицинской помощи в детских поликлиниках с выездной врачебно-фельдшерской бригадой. Рустам Миниханов вручил государственные стипендии победителям фестиваля «Созвездие Елдозлык-2015». По его словам, за многие годы конкурс получил огромную поддержку как целых молодежных движений и министерств, так и отдельных людей – родителей, работников культуры, глав муниципальных районов и округов, педагогов и учителей. Специальными стипендиями были отмечены участники фестиваля, занявшие первые места в номинациях «Вокал», «Вокальный ансамбль», «Вокал», «Соло», «Хореография», «Конферанс» во всех возрастных группах. Всего 35 призовых мест. Большая часть вокальных и хореографических номеров юбилейного 15-го фестиваля была посвящена 70-летней годовщине Великой Победы. Также Рустам Миниханов посетил площадки фестиваля «Мы любим Кремль», который был организован на территории Казанского Кремля. Праздник развернулся на нескольких площадках музея-заповедника. Детские танцевальные и музыкальные коллективы показали свое мастерство, провели мастер-классы. Рустам Миниханов принял участие в церемонии запуска в производство новых автомобилей «Форд Фиеста» на челнинском заводе «Форд Солерс». Он посетил сварочный и сборочный цеха, а также площадку для тестирования новых автомобилей. Рустам Миниханов отметил, что, несмотря на все сложности в автомобильном бизнесе, компания «Форд Солерс» продолжает развивать свое производство. Отдельно он поблагодарил инвесторов. Президент «Форд Солерс» Тед Канис поблагодарил Рустама Миниханова за постоянное содействие, оказываемое со стороны руководства республики. Он отметил, что компания «Форд» наладила в России надежные деловые связи. Далее зрителям были представлены первые автомобили марки «Форд Фиеста» в кузове седан и хэтчбэк, произведенные на Челнинском заводе. На фоне автомобиля Рустам Миниханов сфотографировался вместе с руководством и сотрудниками предприятия. Партнерство с Китаем. В конце мая делегация Буглиминского муниципального района с официальным визитом посетила Китайскую Народную Республику. Цель поездки – заключение договоров инвестиционного сотрудничества и установления побратинских связей с городами Сюньхуа и Юхуань. О результатах визита, деталях планируемого проекта и перспективах сотрудничества мы поговорили с руководителем исполнительного комитета района Аделем Галиулиным. Адель Рустамович, возглавляемая вами делегация недавно вернулась из Китая. Какова была цель поездки и кто вошел в состав делегации? Действительно, мы посетили Китайскую Народную Республику. Дело в том, что в конце 2014 года к нам обратилась группа наших буглиминских предпринимателей с предложением того, что неплохо было бы на территории нашего города и района построить завод по производству медицинского оборудования. Поэтому, безусловно, нам эта идея очень понравилась. И мы знаем прекрасно, что президент нашей страны, президент нашей республики поставлена задача сотрудничать именно с Китайской Народной Республикой. Поэтому мы начали прорабатывать различные варианты. В делегации у нас был мой заместитель по вопросам экономического развития и два представителя, директора двух наших буглиминских компаний и, безусловно, агентство институтного развития, которое мы тоже за эти полгода с момента обращения подключили к этой работе. И после совместного совещания в Казани, в самом агентстве институтного развития Республики Татарстан, было принято решение выехать в Китай для, скажем так, начала диалога. Контакты с Китаем. Расскажите о необходимости планируемого к реализации инвестиционного проекта и о его перспективах. Проект очень интересный. По той простой причине, что подобных таких производств на территории Российской Федерации нет. Поэтому именно это, мы считаем, будет большой фишкой не только для Татарстана, если нам удастся, мы надеемся, что нам удастся реализовать этот проект. Потому что сегодня медицинское оборудование, то, которое производится в Китае, это компания, самый крупный у себя в стране изготовитель. И, безусловно, конечно, нам, нашему эту району дает новые рабочие места, а нас начинают знать в России и в мире, что именно такой завод будет здесь построен. Поэтому, безусловно, с этих точек зрения это нам очень важно. Адель Рустамович, а поделитесь вашими личными впечатлениями от поездки и что вас больше всего поразило от увиденного в Китае? Мы туда ехали не туристами, у нас было только два дня. За эти два дня мы посетили два города, Сюаньхуа и Юхуань. Поэтому больше всего поразило то, наверное, насколько эта страна за последние 20 лет сделала качественный рывок вперед, насколько там развита промышленность, индустрия, всевозможные отрасли экономики. Все очень крутится, так очень мощно. И действительно, есть нам к чему стремиться, к чему поучиться. Естественно, это трудовые ресурсы, это трудолюбие. Ну и есть, что касается нашей тематики, это мощнейшие заводы по производству медикаментозного оборудования, которое существует уже не одно десятилетие. И насколько вот эти вот ноу-хау, которые они нам показывали, насколько это сегодня востребовано во всем мире. Поэтому считаем, что поездка была очень полезной. Мы встречались, еще раз говорю, в двух городах с представителями муниципалитетов. И, конечно же, будем надеяться, обсуждали, в каком формате мы будем делать это совместное предприятие российско-китайское. То есть, как это форма взаимодействия. Поэтому думаем, что мы на верном пути и первый шаг уже сделаем. Насколько нам известно, помимо столицы Китая, вы посетили и несколько провинциальных городов, с которыми планируете установить побратимские связи. Когда ждать ответный визит китайских партнеров? И с чем планируете их, в первую очередь, ознакомить в нашем городе? Да, действительно, мы ответный визит ожидаем. Мы ожидаем его ориентировочно в второй половине июня. Сейчас наши китайские партнеры формируют делегацию для того, чтобы посетить Бугульму. Но я хочу сказать, что необходимость подписания побратимских связей между Бугульмой и одним из городов Китайской Народной Республики. Это очень важный шаг. Потому что этот документ, он будет говорить о культурном развитии, о социально-экономическом развитии. И, конечно, это тот первый шаг, после которого начинается и закручивается вся работа, собственно говоря. И, естественно, мы очень этого хотим, очень их ждем. А что мы будем показывать? Ну, мы будем показывать наш прекрасный город. Потому что тот же Юхуань – это очень промышленный город, город портовый на берегу моря. И считаем, что Бугульма и Юхуань, они похожи тем, что и тот, и тот город является центром промышленности. Поэтому два промышленных города, они должны дружить. Они должны дружить. Мы должны друг о друге больше знать. Мы свою культуру должны нести туда. Они свою культуру должны нести сюда. И это делается для того, чтобы бизнес и власть, они шли в унисон. Такая задача стоит у нас руководством страны, руководством республики. И поэтому мы в данном случае не исключение. Мы тоже хотим двигаться вместе, помогая друг другу. Власть помогает бизнесу, бизнес помогает власти. Считаем, что этот подход на сегодняшний день самый правильный. И если мы будем следовать именно этому постулату, у нас нет никаких сомнений, что все задуманные наши планы, они сбудутся. Спасибо, Дмитрий Рустанович. До свидания. Спасибо. На прошлой неделе мэр Бугульмы Ленар Закиров в прямом эфире «Авторадио» отвечал на вопросы бугульминцев о благоустройстве города. Дороги, парки, скверы, детские площадки, фонтанное хозяйство. Около 150 вопросов поступило всего за полтора часа общения в прямом эфире. Многих бугульминцев волнует проблема состояния остановок. Остановочные павильоны – одна из важнейших частей инфраструктуры любого города. Они защищают пассажиров от неожиданных атмосферных осадков, неугомонного пронзающего ветра, беспощадных солнечных лучей. Укрывшись от непогоды под крышей удобной и чистой остановки, путник может отдохнуть и дождаться нужного маршрута. На многих остановках бугульмы павильоны требуют замены. Эта проблема в скором времени будет решена. Хоть эта остановка и не одного года рождения с бугульмой, но она перешагнула полувековой рубеж. В 20 веке такие остановочные комплексы вписывались в архитектуру города, а в 21-м от них уже веет стариной. И все-таки, несмотря на свой достопочтенный возраст, эти остановки удобны. Пока ждешь автобус, в них можно спрятаться летом от лучей палящего солнца, весной и осенью укрыться от дождя, а зимой – от вьюги. Несколько лет тому назад в городе старые частично поменяли на новые остановочные комплексы. Они, конечно, выглядят по-современному, но очень они неудобные, говорят бугульминцы. Рядом машины проезжают, обляпают вечно. Грязно. Грязно, да. Новые они маленькие. Неудобные. Неудобные. Остановочные комплексы у нас в бугульме безобразные. Почему так понимаете? Потому что вот здесь еще более-менее закрыто. Хоть в дождь можно, хоть в солнце. А вот эти коробки новые поставили пластмассовые, там вообще. Не укроешься ни от чего. Как у новых, так и у старых остановок – одна проблема. Они все обклеены объявлениями. Чего только здесь не увидишь. Обклеили вот эти вот. Могли бы и прошрафовать. Для объявлений должно быть какое-то одно место в городе. А как приучить людей? Во-первых, вот эти деньги, мигом всякие вот эти вот финансовые объявления клеют. Сколько людей за это страдает. Не знаю, как штрафовать. Надо ловить за руку, наверное. Пока за руку не поймаешь тех, кто занимается расклейкой, их нельзя привлечь к ответственности. Остановочные комплексы должны быть чистыми и ухоженными. Завершается первая неделя лета. Остановки до сих пор не покрашены. У бугульминцев по этому поводу свои предположения. Кризис в стране, наверное. Поэтому. Все остановочные комплексы обязательно приведут в порядок. Такую задачу на деловом понедельнике поставил руководитель исполкома Адель Галиулин перед архитектором города и начальником отдела ЖКХ. Остановочный комплекс у нас элементарно не покрашены. Даже в центре города. Сплошь заклеены объявлениями. Поэтому здесь тоже поступают обращения, жалобы от жителей. И вот в этом направлении я прошу работу по наведению порядка усилить. Во время проведения прямого эфира на Авторадио мэру города Ленару Закирову задавали вопросы о состоянии остановок. Подкулина розшокирована. Два года говорится на то, что остановки не красили. Можно ли с этим что-то сделать? Вообще какая работа идет в этом направлении? Спасибо за вопрос. Начну с остановочных павильонов. У нас уже готовы типовые проекты по всем остановочным павильонам. Мы их проинспектировали. Кто-то требует капитального ремонта, кто-то требует полностью замены. Эту работу мы ведем. Типовые проекты готовы. В самое ближайшее время мы начнем создавать пилотные проекты. Совсем скоро мы увидим современные остановочные комплексы с расписанием движения маршрутов. А пока богульминцам приходится расспрашивать о том, куда едет автобус и ждать свою маршрутку в неуютных остановках. Елизавета Крылова, Алсу Мукадас, Максим Брюхачев, Телеканал 51МТВ. А теперь к обзору событий в Бугульминском районе. Слово и дело. Народный контроль в Бугульме набирает обороты. В Бугульме за весь период функционирования системы было опубликовано 1245 обращений. За первое полугодие 2015 года поступило 294 заявки. Из них 165 имеют статус «Решено». Еще 89 запланированы для разрешения. Волнуют граждан как вопросы проведения капитального ремонта дорог, так и качество самого ремонта. Срок рассмотрения обращений граждан в системе народный контроль – 9 дней с момента поступления заявки в адрес исполнительного комитета. В случае, если обращение признается аварийным или попадает в категорию ЖКХ, срок сокращается до двух дней. В Татарстане завершился санитарно-экологический двухмесячник. По данным Министерства экологии Республики, за два месяца было выявлено более 2000 нарушений. 1212 юридических лиц привлечены к административной ответственности. По Республике было зафиксировано 1635 несанкционированных свалок, 91% из которых на сегодняшний день устранены. В Бугульминском районе из 20 свалок неубранными остались 4. Их должны ликвидировать до конца этой недели. Весенний сев яровых культур в Бугульминском районе завершен. Остались лишь культуры второго срока сева. Гречиха на площади 900 гектаров, кукуруза на силос на площади 300 гектаров. Также сельчане приступают к баранованию по всходам и обработке посевов. Сегодня в Бугульме празднуют Сабанту и вознаменование завершения посевной. Со следующей недели начнется заготовка кормов на зиму. Здесь нет ни родителей, ни учителей, а только командиры и обязанности. В Бугульминском районе завершились традиционные военно-пылевые сборы для десятиклассников. Кроме огневой, военная пятидневка включает строевую и медицинскую подготовку. Старшеклассники бросают гранаты, преодолевают полосу препятствий. Ходят даже в наряды вне очереди, и развлечения, и обучения. Военные ставят задачу вдохновить парней на армейскую службу. Испытать ее прелести довелось и нашей съемочной группе. В своей очереди ребята ждут с нетерпением возможность пострелять из самого известного в мире автомата. Для большинства парней не только шанс проверить свои силы, но и давняя мечта. Стрельбище на военных полевых сборах не только один из самых оглушительных этапов, но и самых насыщенных по накалу сностей. В течение пяти дней в Гульминске школьники знакомятся с настоящей армейской жизнью. В Гульминском муниципальном районе начинаются пятидневные учебно-полевые военные сборы с учащимися десяток классов средних школ города и района. Инструктора проверяют, чтобы не было каких-то происшествий, ну и чтобы ребята получили удовольствие от слюбы. Военный инструктаж в условиях полигона расписан до мелочей. Где прицел, где мушка, о возможностях и свойствах АК. На момент тренировки ребята знали только в теории. Практику приходилось осваивать на месте. Расстояние от винтовки до цели не более 100 метров. Но даже эта небольшая дистанция требовала от ребят не только стальных нервов, но и крепкой руки вкупе с метким взором. Третьяную расстрелку закончил. Оружие к осмотру. Осмотрим. Молодец. Вот так должно работать. Тесный контакт с боевой игрушкой порадовал далеко не всех. Из шести патронов в цель попадали лишь единицы. Развивать природные способности до нужных результатов победитель заключительного этапа Республиканской Олимпиады по физической культуре Максим Брагин начал задолго до общего сбора. Каждый день оставался после уроков, много заданий от учителя получал и дома занимался. И хотя никто до этого не держал автомат в руках, все ребята показали неплохой для первого раза результат. Один из лучших четыре из шести попаданий пришелся на счет Алексея Никанорова. Стать лидером в своей группе парню помогли не только постоянные тренировки, но и маленькие секреты. Нужно держать корпус прямо, сделать левый упор руки, правый отвести перпендикулярно телу, стрелять под мишень, мушку надо совмещать под мишенью, задержать дыхание и в течение трех секунд выстрелить. Если в течение трех секунд не было выстрела, то дальнейшего не продолжать стрельбу. Более четырехсот десятиклатников из города и района испытают все прелести армейской жизни еще на протяжении четырех дней. Наряду с оказанием первой медицинской помощи и струевой подготовкой ребят ждут и марш-броски. Организаторы постараются сделать их по-настоящему интересными. Ведь, возможно, именно после этого желающих посвятить жизнь в защите своей родине станет больше. Татьяна Львова, Александр Выдовин, телеканал 51 МТВ. Модный, яркий, долгожданный. Новый супермаркет «Эссен-Экспресс» по улице Калинина, 59, распахнул свои двери. Качество, доступность, всегда низкие цены. Вот чем народный магазин будет удивлять любимых клиентов. Рада представить вам все наши свежие продукты, продукты собственного производства. Ну и большой ассортимент очень хорошего и качественного товара. Удобное секционное деление товаров продумано до мелочей, что позволит превратить бытовой поход за продуктами в настоящее гастрономическое удовольствие. Дорожить каждым клиентам торговая сеть умела всегда, поэтому на прилавках только натуральные продукты, произведенные на фермерских угодьях родной республики. Очень большой ассортимент мяса, там идет говядина, есть фарш, есть курица, куриная разделка. То есть ассортимент очень большой для покупателей. По качеству и доступности цен не уступают пальму первенства и молочные продукты, у витрин с которыми выстроилась огромная очередь. Вкусные и питательные молоко, творог, сметану сюда привозят лишь надежные поставщики. Хорошо очень, богатое и очень разложили, все понятно, по порядку. И для детей что-то можно купить, и для внуков, и для нас, пенсионеров, можно это приобрести. Очень хорошо, когда разнообразие большое. Любители домашней кухни порадуют отдел собственного производства магазина. Это более 20 видов салатов, полуфабрикатов, продуктов горячего копчения на натуральных дровах без добавления жидкого дыма. Профессиональная команда пекарей предложит широкий выбор блюд для повседневного и праздничного стола, кондитерских изделий, хлеба и сладкой выпечки, приготовленных по фирменным рецептам с использованием современного оборудования. Гибкая ценовая политика, удобная и практичная система скидок выгодно отличает «Эссен-Экспресс» от других продовольственных сетей. На определенные несколько видов товаров, социально значимые для покупателей, то есть 40-50% скидка. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Магазин «Эссен-Экспресс» ждет своих покупателей по новому адресу Калинина, 59. Такой наш репортерский взгляд на главные события этой недели. Спасибо, что были с нами. Смотрите нас каждую субботу в 14.30 на канале 51 МТВ. Нам есть что рассказать, но это надо видеть. На этом я, Марина Колесникова и команда программы «Объектив» В итоге недели прощаемся с вами. Хороших выходных!